Не только экстремальные развлечения могут подпортить праздник, но и банальное переедание. Да и к выбору продуктов к новогоднему столу лучше подойти ответственным. Кстати, фруктами сейчас в Иркутске очень интересуются инспекторы Россельхознадзора. Они ищут санкционные товары. Но, как оказалось, делать это непросто. Ведь менять национальность умеют не только люди, но и хурма. О тропическом фрукте с несколькими паспортами. Далее. Забудьте о том, чему вас учили на уроках географии. Хурма фруктропически, но на просторах восточноевропейской равнины вызревает неплохо. Во всяком случае, если верить товарным накладным. Специалисты Россельхознадзора проверяют торговые точки Иркутска. Объект поиска – продукция из Европы. Ее импорт в нашу страну запрещен. А вот товарооборот с Белоруссией поощряется. Так и рушатся все представления о ботанике и климате. Вы на базе приобретали эту хурму или нет? А вы знаете, где Белоруссия? В Белоруссии? По хурму это что? Там растет хурма. Я не знаю. Как оказалось, эту хурму трудолюбивые белорусы не выращивали у себя на совхозных плантациях, а просто купили в Новой Гвинеи, входящей в Австралийский Союз и также попадающей под контрсанкции. Перепродавать хурму в России уже дело техники. И все законно. Торговцы за этим прилавком выше национальных предрассудков. О европейском происхождении своего товара пишут на ценниках. Хурма по происхождению отбывается. Ты же здесь с вами, испанский хурма? Вот, так. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Документы, вот. Ну, извините хозяйка, пусть подойдет и возьмет документы. В процессе разговора с хозяйкой торговой точки хурма несколько раз поменяла национальность. Изначально испано-китайская, затем стала аргентинской. А потом предприниматель вспомнила, страна-производитель Азербайджан. Вот только документально подтвердить это не смогла. Накладные сертификаты таинственно исчезли. В итоге фрукт-космополит специалисты Россельхознадзора изымают. В специально опечатанных пакетах он будет дожидаться своей участи. Если санкционный, утилизация как контрабанды. Либо предприниматель докажет его легальное происхождение. По мнению инспекторов, второй вариант не исключен. Зачастую, значит, пишется другое происхождение продукции. Видимо, возможно, по незнанию, да. И чтобы завлекать покупателей. Потому что продукция Европейского Союза в свое время пользовалась спросом. Кстати говоря, в таком случае предпринимателями займутся специалисты Роспотребнадзора. И, скорее всего, выпишут штраф за намеренный обман покупателей. Давид Азизов, Андрей Назаров. Новости по будням.